В эфире телеканал РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Хорошо производить много машин, металла и добывать нефть. Но при этом нельзя забывать, интеллектуальный потенциал государства не менее важен, чем ВВП на душу населения. Если по прогнозам снижение ВВП в 2015 году может составить от 2 до 3%, то возникает вопрос, а на что можно рассчитывать в интеллектуальной сфере, в частности в системе высшего образования. Как реализуется программа по повышению конкурентоспособности вузовского образования, как российские вузы движутся к вершинам международных рейтингов, попытаемся узнать сегодня в программе. В студии Игорь Исаев, проректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС, Дмитрий Штыкно, директор научно-исследовательского центра стратегического развития Российского экономического университета имени Плеханова. В нашей удаленной студии в отеле Кемпинский Мойка-22 Дмитрий Кузнецов, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета. И будет еще один участник посредством скайпа, это Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН. Всех представил, здравствуйте еще раз. Мне кажется, хороший повод собраться и узнать, на что деньги уходят. В 2013-м 9 миллиардов, Игорь, было выделено, и ваш университет был среди тех, кто получил 600 с лишним миллионов рублей. Порядка 650 миллионов рублей университет получил. Что за два года изменилось? Вы знаете, за два года университет сделал достаточно мощный скачок. В первую очередь, это отражение мы увидели в недавно опубликованном, достаточно уважаемом рейтинге университетов всего мира, так называемый рейтинг Times Higher Education. Мы попали там на позицию 600+, это значительный успех университета. Дело в том, что понимая, что в мире больше 20 тысяч вузов пробиться в тысячу самых популярных, я считаю, это очень крупный успех нашего коллектива. А есть и другой рейтинг, и на этой неделе, тоже известная агентство британское QS опубликовало свой рейтинг, но, точнее, как мне показалось, он такой немного локальный для развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Да, совершенно верно. Да, вот сейчас я попрошу показать страничку этого агентства, и там, в общем-то, вроде бы неплохая ситуация. МГУ на первом месте, Новосибирский государственный университет на втором, но, правда, в первой двадцатке не так много, на самом деле, российских вузов, честно говоря. Турция, Эстония... Польша. Польша, да. Дмитрий, что скажете? Это рейтинг, который выходит уже второй раз. Первый раз там было всего 100 позиций, и было 26 российских вузов. В этот раз уже второй выход. Там 30 стран. Наверное, самый такой узконаправленный на нас рейтинг, потому что туда входят страны Восточной Европы, страны бывшего СССР. В этот раз там 150 стран, из них 48, простите, 150 университетов, из них 48 российских. Причем в верхний топ 100 входят 26 российских университетов. Это очень хорошее... Дмитрий, а не получается, что мы как бы снижаем планку? Ведь не кажется ли вам, что надо конкурировать с Великобританией, США, Сингапур, странами-лидерами? Это не снижение планки, это более четкое наведение наблюдательного инструмента. Потому что продолжают оставаться определенные постановления правительства рейтинг QS всемирный, продолжает существовать рейтинг QS Briggs, а это всего лишь третий, который поточнее позволяет нам увидеть. Во всемирном рейтинге QS... Я, кстати говоря, попрошу показать всемирный рейтинг QS. Здесь, конечно, очень сложно показать. Да, вот 114 место МГУ, а первые позиции, в общем-то... В всемирном рейтинге QS нас, российских вузов, всего лишь 21. И увидеть остальные, допустим, 20-30 во всемирном невозможно. А вот этот локальный рейтинг позволяет нам увидеть и те вузы, которые хотели бы войти, но вот сейчас им не хватает 50, 60, 70 позиций. Поэтому мне вот нравятся все три рейтинга. Мы умудряемся сделать выводы для своего развития по материалам всех трех. Тем более чуть-чуть отличаются критерии. Понятно. Игорь, ну хорошо, а как, в общем-то, мы начали говорить с этого. В 2013 году государство запустило проект 5-100, да? Да. Чтобы 5 российских вузов попали в сотню крупнейших. Вот уже здесь глобального рейтинга, да, Амир? Глобальный рейтинг или Times Higher Education или вот этот QS, так называемый. Пока там нет никого. Почему? Там есть... Ну, в отдельных категориях. В всемирном рейтинге, например, QS, сейчас присутствует практически 13 вузов из этой программы. Нет, я имею в виду в сотни. Чуть-чуть не хватает МГУ. В сотни нет. Там буквально 16 позиций, чтобы оказаться в первенстве. Ну, вот давайте вот по поводу программы теперь. Какие цели стояли? Какие задачи? На что, в общем-то, эти 600 с лишним миллионов уходят сейчас? Основная цель этой программы все-таки придать новое дыхание российскому образованию, вывести ее на тот уровень, который был в Советском Союзе. Не секрет, что в Советском Союзе этому уделялось очень большое внимание. И мы прекрасно знаем, сколько выпускников, получивших высшее образование в советской школе, сейчас работает в том числе за рубежом и достаточно успешно. И даже сейчас, как говорится, вторая волна возвращения этих наших выпускников, которые сделали карьеру научную в том числе в западных компаниях и университетах, теперь они приезжают помочь нашей стране. И мы их с удовольствием приглашаем, в том числе за счет средств этой программы. Ну, получается, это иностранные преподаватели, ведь один из пунктов это увеличение доли иностранных преподавателей, в каком-то смысле иностранных студентов. Количество иностранных студентов. А эта программа выполняется? Студенты из каких стран сейчас учатся? Ну, к примеру, в нашем университете сейчас студенты учатся из 57 стран мира. То есть не только из СНГ, но и практически из каждого уголка земного шага. Хорошо. Предлагаю подключить к нашему разговору Дмитрия Кузнецова. Он находится в отеле Кемпинский мойка-22 в Санкт-Петербурге. Проректор Санкт-Петербургского политехнического университета. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот Ваш университет ведь тоже попал в число 15 учебных заведений, которые реализуют программу 5-100. Прошло два года. Вот как Вы оцениваете результаты? Вот эти 600 с лишним миллионов рублей, в какой степени они помогают двигаться вверх по рейтингу? Мы оцениваем наш результат очень хорошо. Когда два года назад мы входили в эту программу, то были, конечно, особенно у рядовых сотрудников университета скептические настроения. Сможем ли мы войти в сотню самых лучших университетов мира? На самом деле, за два года мы сделали гигантский рывок. И самое главное, не то, что мы сейчас заняли 201 место по рейтингу The Times High Education. И не самое главное, что мы заняли сейчас 35 место среди всех университетов Центральной Европы и развивающихся стран. Самое главное, что мы поменяли смыслы в нашем отношении к образованию. Мы глобальный университет. Раньше наши программы интересовали иностранных студентов. Но за последние два года мы значительно увеличили контингент иностранных студентов. А из каких стран у вас, Дмитрий? У нас из 98 стран 4 тысячи студентов. И мы отлично понимаем, что в современном мире образование точно такой же товар, как и все остальное. Да, в индустриальном мире образование была функция. В ситуации постмодерна образование – это такой же товар, которым мы должны торговать. И торговать на мировом рынке. И вот эти два года нам показали, где мы находимся в мировом рынке образовательных услуг. У нас каждый семестр находится около 200 иностранных преподавателей. Это тоже один из критериев оценки рейтинга КУЭС. Да, Дмитрий, но ведь это не определяет качество самого образования. Этого достаточно? Увеличить число иностранных студентов, пригласить дополнительных преподавателей, опубликовать? Не, ну туда. Давайте, кстати, о статьях, опубликованных в зарубежных научных изданиях. Здесь все-таки это критерий достаточно такой объективный. Да, дело все в том, что это критерий достаточно объективный. Первый год было очень тяжело играть на чужом поле, по чужим правилам. Но мы научились это делать. И сейчас наши сотрудники очень активно печатаются в журналах индекса «Скопос», «Вэп оф сайнс». И мы занимаем лидирующее место среди всех инженерных вузов России по этим показателям. Перед нами только Московский государственный университет. Понятно. Спасибо, Дмитрий. Мы еще к вам вернемся. А я хотел бы подключить к разговору Константина Северинова, заведующего лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Радгерса США. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Константин, ну вы как раз тот человек, который, как мне кажется, я уверен, в общем-то объективно может оценить, что за эти два года активных преобразований высшего образования, ну и, кстати говоря, в Российской Академии Наук, вот что позитивного произошло и видите ли вы эти изменения? Мне кажется, уже пришло время подводить некоторые итоги. Ну я даже могу сказать про это как благополучатель программы «5 из 100» в лаборатории в политехе, откуда был предыдущий выступатель. Вот, но, понимаете, вот все эти, не очень понятно, зачем эти рейтинги нужны вообще, как бы ученым в университетах или студентам. Я думаю, правильно спросить было бы их, а не про ректоров и администраторов, которые, естественно, рапортуют победно о том, что жизнь стала лучше, жить стало веселее. Поэтому, ну, конечно, любой доллар, любые деньги, которые идут в высшее образование, они хороши. Поэтому программа «5 из 100» в этом отношении замечательна. Другой вопрос, что как именно ректоры и администраторы, высшие администраторы российских университетов решают распорядиться этими деньгами, это отдельный вопрос. Потому что, и я не считаю, я не согласен с вами, что за два года можно что-то реальное сделать. Можно купить публикации, грубо говоря, можно купить преподавателей, можно даже купить студентов, но считать, что это отдаст долговременный эффект на ВУЗ, я бы не стал. Хорошо, консервис, но если говорить о вашей научной деятельности, вам стало проще привозить реактивы, там, колбочки, о которых вы говорили? Вопрос в таможне упростилось или нет? Нет, в таможне все плохо. В частности, в политехническом университете, куда недавно уж очень законопослушный мой коллега из Франции решил отправить вещи именно в политех, а не, скажем так, на частную квартиру. Возникла масса проблем. Но это вопрос не политех, это вопрос, скажем так, российского законодательства, таможня и прочее. В этом смысле, по крайней мере, в науке о жизни, Life Science, это наука 21 века, никаких специальных изменений не произошло. И на самом деле очень странно, что консорциум получателей, университетов получателей программы денег по 5 из 100 не организуется и каким-то образом не начнет делать какие-то реальные ходы для того, чтобы условия работы в университетах стали лучше. В этом, на самом деле, камень предпроведения. Это главное. Да, понятно. Что вы говорите, Дмитрий? Нет, я хочу сказать, что... Это Дмитрий Штыкнов, Константин. Работа проекта организована таким образом, что там очень большой, мощный проектный офис, узнается мнение представителей, и большое количество усилий там централизовано. То есть они централизованно работают с программой глобального образования, получая международных студентов. Сейчас будет централизованно решаться вопрос создания международной аспирантуры. Но вот Константин задал вопрос, надо было студентов пригласить в студию и задать им вопрос, а зачем нужны эти рейтинги, в общем-то, в какой степени они нужны им? Знаете, наверное, абитуриенты обращают внимание не столько на эти рейтинги, сколько на один момент этих рейтингов. Репутация вуза у работодателей. И здесь мы с гордостью вот именно этот компонент помещаем, что мы там шестое место и так далее, и так далее, и так далее. А уже изучая определенную дисциплину в университете, студент смотрит, оказывается, мои преподаватели публикуются так-то, оказывается, по исследованиям мировая репутация такая. А когда он еще и за границу едет, и ему говорят, а, да, вы из Плехановского, там, вы слышали, или вы там из такого-то, такого-то университета, конечно, чувство гордости у студентов присутствует. Я знаю, я сам был деканом, поэтому знаю, какие вопросы задают родители на днях открытых дверей. Да, да, Константин, у вас такой ответ удовлетворяет? Нет, ну я понимаю, что все стало прекрасно. То есть, ну, все-таки реальность и представление, они немножко различаются. Но стало лучше, я согласен. Вот совсем уж победных реляций я не стал бы выдавать. Я думаю, что те люди, которых вы пригласили в студию, в силу своих репозиций высоких или еще что-то, имеют несколько искривленное представление о реальности. Но это, Константин, а еще один вопрос, который, в общем-то, всколыхнул научную общественность, это дополнительные проверки научных публикаций, которые отправляются за пределы России. Что вы можете сказать? Появились какие-то новые требования со стороны Федеральной службы безопасности? Или что это за история? Ну, во-первых, не только, которые идут за пределы России. Большинство в Аковских журналах, на самом-то деле, по положению тоже требуют такого рода бумажек. В этом смысле это старые новости. Проблема только в том, знаете, как большинство российских законов хороши тем, что их не нужно, они не обязательны к исполнению. К сожалению, сейчас возникло, по-видимому, опасение в некоторых кругах, что так как закон о госстаянии существует, то формально действительно можно рассматривать, как нарушение этого закона, тот факт, что ученые публикуют статьи в международных журналах. Ведь идея какая, что если журнал очень высокого уровня, значит, наверное, исследование прорывное. Проблема только в том, что закон таким образом, там такой язык странный, что можно там прочитать, что любое прорывное исследование, которое может оказать существенное влияние на науку или технику, может составлять предмет государственной тайны. Ну, то есть это требует дополнительных каких-то объяснений, я так понимаю, с научным сообществом спасти? Это не требует никаких объяснений, это просто бюрократическая власть, которая делает жизнь людей тяжелой. И, конечно же, эта комиссия не сможет понять в том, что там происходит. Понятно, спасибо. Это был Константин Северинов. Игорь, ну, что скажете? По поводу рейтингов, да, вот их значимости, для кого они нужны? Я могу сказать, что рейтинг – это достаточно объективный инструмент оценки качества образовательной и научной деятельности университета, в первую очередь для администрации самого университета и в том числе нашего учредителя Министерства образования и науки Российской Федерации. Вот в рамках этого проекта мы создали Международный научный совет, куда были приглашены ведущие ученые в своих областях, имеющие достаточно высокие даже индексы Хирша, которые действительно говорят о том, что ученые имеют достаточно весомый вклад в мировую науку. Международный научный совет нам дает рекомендации, анализируя в первую очередь нашу образовательную научную деятельность. Хорошо, а вот деятельность, связанная, скажем, лабораторией, общежития, вот быт, ведь это тоже учитывается, правильно? Когда определяется, что здесь, какие здесь изменения? Я могу сказать, что, например, общежитие нашего университета уже третий год подряд занимает первое место в Москве и третье место в России. В самом академическом, в самом рейтинге, как таковой, значит, критерий, насколько общежитие соответствует каким-то стандартам, он, к сожалению, отсутствует. Там вполне, как говорится, выстроенная система. Это вот академическая репутация, которую упоминал коллега, репутация у работодателя, соотношение студентов по отношению к количеству преподавателей. Но вот в этом опасность, что получатся какие-то маркетинговые шаги, а сама система, структура может не измениться. Здесь вот... Знаете, все зависит от университета. Если мы внимательно посмотрим логику, указ президента о том, что вузы должны войти, постановление правительства определяет, какие рейтинги принимаем во внимание. Постановление же определяет, на что можно тратить деньги 211-е. То есть нам уже подсказывают эти шаги. После этого включается индустрия рейтингов. Вот вы правильно сказали. Общежития рейтингами не оцениваются. Но если хочешь больше иметь от системы рейтингов, есть дополнительная система оценки QS Stars. А там и общежития, и наличие церкви, других молельных помещений, и места для инвалидов, и зоны покрытия Wi-Fi. То есть там, не знаю, около 400 параметров оцениваются. И это только для того, чтобы получить даже не рейтинг, а всего лишь вот такой шажочек к этому рейтингу. Поэтому как только вот понимаешь ценность этого, это все ложится в стратегическую компанию. Ну да, а тем более цена вопроса, не маленькая. Хотел спросить Дмитрия Кузнецова, он находится в нашей удаленной студии, Кемпинский мойка 22. Дмитрий, ведь это же только первый этап. После того, как отобрали 15 вузов, их заслушают, как я понимаю. Некоторые отсеются, и будет предложено еще там порядка 30 миллиардов рублей. А что дальше? Конечная цель оставшихся? Куда они будут двигаться? Значит, конечно, конечная цель – это войти в сотню лучших университетов мира по этим трем рейтингам. Это понятно, да. В ЭКОС или Шанхайский рейтинг. Но на самом деле, что происходит в университетах? Мы видим, как у нас открывается новая лаборатория. Скажем, в Политехническом университете никогда не было лабораторий, связанной с Life Science. Сегодня мы в этом направлении один из ведущих российских вузов. В том числе, мы запускаем уже в декабре суперкомпьютер. Это по счету 82-й компьютер в мире. Поэтому те деньги, которые затрачиваются на программу 5100-2020, это те деньги, которые сейчас будут у нас задействованы к 2020 году. Понятно? Понятно, Дмитрий, спасибо. К сожалению, времени мало. Это был Дмитрий Кузнецов, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета. То есть программа продолжается, Игорь, если я брать два слова? Да, программа продолжается. И мы видим, что мы выбрали правильную стратегию развития университета. Но в данном случае здесь важно не только ваше, а в целом, что у нас университета много, их несколько сотен. Спасибо. Это гостями были Игорь Исаев и Дмитрий Штыкнов. Желаем удачи. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...